Гульнар Омарова, педагог с научной степенью, преподает уже 20 лет. Кандидат филологических наук с удивлением узнала, что зарплата научных работников в Казахстане – 200 тысяч тенге. Это по данным Госстата. Гульнар расписывает, куда девать такие деньги. Обучение ежемесячно – это 50 тысяч тенге. Продукты в месяц – 60 тысяч. Поэтому, если мы с вами посчитаем общую сумму – 140-150, получается примерно 204 тысячи ежемесячно. И это не полный список расходов. Почему агентство по статистике раскидало по всей стране такую среднюю зарплату, кандидат наук теперь только догадывается. Я согласна с этой цифрой, если брать расчет КАЗГУ. Это государственный вуз, национальный вуз. Поэтому, вполне возможно, там такие зарплаты есть. В остальных вузах таких зарплат нет. В среднем в районе 100 тысяч, плюс-минус. Поэтому преподаватели обычно работают в двух-трех вузах. Работников финансового сектора вычислители зарплат традиционно зачислили в тройку лидеров по оплате труда. Ежемесячный показатель – 185 тысяч тенге. Председатель профсоюза банкиров и финансистов Дельнар Инсенова когда-то работала в банке. Сейчас она безработная. Дельнар рассказывает, сколько именно получают клерки, которые не вхожи в совет директоров. У нас вот был конфликт именно в КАЗГУ с банки, после чего мне пришлось уйти. Было уволено порядка 15 человек. Потому что зарплату снизили с 55 тысяч до 29 тысяч. Известный экономист Карнан Берентаев цифрам о средней зарплате в размере 110 тысяч тенге по республике не верят. Вот его краткий экономический анализ. На самом деле ситуация заработной платы и, соответственно, рядные доходы населения у нас достаточно плачевные. Получается, что из четырех там чем-то миллионов занятых в экономике, которые официально числятся налогоплательщиками, числятся на счетные взносы, получают заработную плату ниже, чем номинальная заработная плата в целом по стране. Как говорят другие эксперты, в номинальном выражении зарплата растет, но в реальности же надбавку моментально седает инфляция и цены. Реальная средняя зарплата по стране меньше в 2,5 раза, чем номинальная. Это примерно 40-50 тысяч тенге или 300 долларов. Продолжение следует...